В первые классы желали бы в школу номер 21 поступить порядка 180 родителей, а реально школа может принять только 150 человек. Поэтому, как и в предыдущие годы, мы часть детей направляем в школу номер 18, в школу номер 17 для обучения. Решением проблемы учеников Зелёного Бора должно стать строительство новой школы, но это пока планы. Сегодня же специалисты управления образованием обращают внимание родителей на то, что не нужно создавать ажиотаж и именно 1 февраля подавать заявление. С 1 февраля по 30 июня в школы принимаются дети, которые проживают, которые зарегистрированы на территории, закрепленной за школой. И только с 1 июля дети принимаются в школы независимо от места регистрации. В этом году приём мы ведём с 1 февраля, это суббота, но все школы готовы для того, чтобы встретить родителей и принять заявление. Заявление можно подавать как непосредственно в школу, в бумажном варианте, предоставив с собой весь пакет документов. Это свидетельство о рождении ребёнка, это документ, подтверждающий родство с ребёнком и регистрация по месту жительства ребёнка. Также можно подать заявление через электронную очередь на портале баз.гоф.ру. Начинает работать 0.00 часов 0.00 минут 1 февраля, поэтому родители могут уже зайти на портал и заявление подать. Здесь в течение пяти рабочих дней документы родители должны будут предоставить в школу, иначе электронная очередь будет аннулирована. Есть в 2020 году и новшество по зачислению братьев и сестёр в одну школу. Сегодня родственные связи – основание для льготы по зачислению первоклассника в образовательное учреждение, где учатся старшие дети. В соответствии с указом президента, который был издан в декабре 2019 года, первоочередным правом приёма в образовательную организацию имеют дети начальной школы, у которых в школе учатся братья или сёстры. Поэтому если у ребёнка, который идёт в первый класс в этой школе, уже учатся брат или сестра, то первоочередное право приёма, если есть свободное место, то ребёнка должны принять. Но родители ещё и должны предоставить документы, которые подтверждают, что дети из одной семьи и что дети проживают в одной семье, по одному адресу. Всего же в этом году в первый класс в городе Полевском в школу города придут порядка тысячи детей. 980 – это выпускники детских садов, и 20 – это неорганизованные мальчишки и девчонки. Ксения Балденкова, Константин Миронов, Новости 11 канала.